эфир телеканала матч-тв который был посвящен игре сборной россии на чемпионате европы ознаменовался скандалом в студии поругались комментатор дмитрий губерниев и певица ольга бузова конфликт закончился слезами артистки четвертый день чемпионата европы 2020 по футболу запомнился эффектным голом который был оформлен в матче чехии и шотландии прямо с центра поля сенсационной победой словакии над польшей с робертом ливандовски а также скандалом певицы ольги бузовой с комментатором дмитрием губерниевым в эфире матч-тв бузова пришла в студию к летре фановой обратилась к российским футболистам проигравшим свой стартовый матч на чемпионате европы сборной бельгии 03 ребят я вас люблю вас любит страна мы за вас болеем просто не бойтесь как я я пою как будто никто не слышит танцую как будто никто не смотрит люблю как будто меня не предавали ведь идите вперед идите в атаку соберитесь реально просто соберитесь мы болеем за вас заявила бузова также певица уточнила что в день игры выступала на сцене мхата и пошутила что именно ее отсутствие на поле и на стадионе привело к тому что игроки растерялись артистка добавила что знает на какой каторжный труд обречены футболисты потому что сама была замужем за игроком дмитрием тарасовым они идут не на жизнь она смерть любой удар в голову любой подкат любая стычка могут завершиться финалом я призываю любите нашу страну и болейте за россию мы все ошибаемся я не пришла в раздевалку к ребятам я бы их настроила любите нашу страну любите наш футбол заключила она к хиру подключился губерниев который сравнил игру бузовой в театре со звездами мхата ольга яндровской алой тарасовой ангелиной степановой в ответ на это певица попросила перевести тему на футбол комментатор сиронизировал и поинтересовался какая школа футбола певицы ближе главного тренера сборной россии станислава черчесова или анатолия эфроса знаменитого режиссера и актеров леонида броневого николая волкова и олега дали бузова попросила комментатора перестать щеголять знаниями и заявила что губерниеву только нужно показать свою образованность комментатор перебил певицу еще раз попросив ответить после чего завязалась перепалка приведшая к тому что журналист задал еще один вопрос перестала ли гузова пить коньяк по утрам эти слова заставили звезду шоу-бизнеса расплакаться я знала что так закончится так нельзя человек мужчина оскорбляет меня на протяжении стольких лет я пришла поддержать сборную россии коньяк вам показать мою фигуру вы издеваетесь я не пью мне нельзя я сейчас лечусь я перенесла операцию сложнейшую я не позволю больше я никогда больше сюда не приду пожаловалась бузова отметив что губерниев для нее теперь дно и не мужчина певица обвинила комментаторов постоянных оскорблениях которые он не пишет на протяжении пяти лет и добавила что с детства увлекалась футболом выросла на нем английском и немецком упомянула бузова и сборную россии заявив что игрокам просто нужно поверить в себя и не слушать тех кто кидает в них камни на защиту певицы встал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону александр тихонов который давно критикует манеру поведения губерниева по мнению специалиста такое поведение не позволительно а комментатор давно потерял совести рамки в своих высказываниях тихонов подчеркнул что журналист совершенно не воспитан и не имеет уважения во всем спортивном мире вступился за бузову ее бывший молодой человек блогер и хип-хоп исполнитель давид манукян известный под псевдонимом дава несмотря на расставание с певицей исполнитель заявил что любой человек может получить от него помощь а вот бывший футболист спартака и сборной украины максим калиниченко усомнился в психическом здоровье певицы мне кажется что у гузовой серьезные психические проблемы я вот кроме шуток сейчас не то чтобы меня это сильно трогает просто констатация сугубо субъективно написал калиниченко в twitter позднее губернии в своем телеграм-канале принес извинения и заявил что не ставил перед собой цели обидеть певицу подписавшись на канал следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий